и снова всем привет с вами Олег Алавгудин мы проходим минимальную терапию и сейчас будем верхний грудной отдел шейный переход править в специальной позе поза сфинкса встаем вот так вот сюда хватайся вот так чтобы у нас плечо было перпендикулярно столу это получается станок фиксация которым мы будем давить в этой позе очень сразу видно выступающие позвонки седьмой первый грудной второй третий там да вот они хорошо видны литя шеи еще не пропускается если их не видно да плечи соединяются и у кого-то мышцы слишком большие тогда просим человека локти поближе к друг другу поставить расслабляется вот голова висит голова висит уже под своей собственной тяжестью голова весит примерно 4-5 килограмм да уже шея тянется ладони я предлагаю вот так делать потому что некоторые начинают под лоб там подкладываться у кого-то шея очень длинная прям своих рук касается это нам мешает нам нужна определенная свобода и соответственно здесь мы можем протестировать по ассистным отросткам да позвонки лежат ли они на одной оси или немножко ротированной но чуть-чуть все ротируем как раз вот первый грудной вот в мою сторону и 2 до 2 шейны чуть тоже ротирован в мою сторону для того чтобы понять как конкретно они расположены до в трехмерной проекции вся в голове стараемся понять поищу поперечным отросткам я вам говорю да что вторую планками в две дужки такие сзади да вот и хорошо видных на скелете поближе видите и если мы щупаем вот так астистые да то кажется что он находится на одной оси на самом смещен при смещении происходит сублюксация и он немножко сдвигается вот сюда выпирает в бок поперечный отросток поэтому проверяем это сместился и чуть-чуть отростки съехали чуть внутрь а это чуть наружу смещение по часовой стрелке получается боковой отростки боковой отростка находится значит под этот состовидной косточкой тут мышцы идет грудинно-ключично состовидной через нее не продавите поэтому чуть сюда ныряете и прямо вот под самым черепом ближе туда смотрим атлант он же рядом со вторым позвонком буквально там пять миллиметров ниже второй шейный позвонок на наклоны на кивок на ротацию на ротацию как раз упирает здесь что я что мы и предполагали прощупку по осям да также проходим до конца там вот 3 4 6 5 6 как они хрустят да это они хрустят вот 7 просто больно схватился так и как понять упирает которым щупам это 7 или 1 грудной позвонок до 7 он подвижный за счет того что там нет крепления 1 грудной видите он соединяется через ребра вот хорошо видно да а шея она очень мобильная она поворачивается во все стороны видите так этот не повернуть позвонок она гнется во все стороны и практически у него ротация на 180 градусов может быть ведь поворачиваем за череп поворачивается 7 вот прям наглядно видно да также на наклоны если наклоняем голову вперед на экстенции флексию дата он выпирает больше если на экстенцию назад он туда вглубь выходит 1 грудной соответственно так не будет делать вот поэтому зажимаемых ну желательно два сразу чтобы сразу чувствует да вот этот позвонок и вот этот на повороты как это шевелится вот этот не шевелится на наклон вперед он выезжает так внутрь уходит а вот например этот почти не движется вот получается это упирает 1 грудной позвонок то сегодня продержит дают теперь его держит что мы соответственно можем сделать какой прием вот теперь позвонок будем проводить вот такой прием держимся за противоположную височную кость и челюсть по диагонали так сам очень делай клади руку но вот легонечко держим да она опускается и свободно крутится падает падает этим не дополнительно еще растягиваем растягиваем самим опираемся соответственно в противоположное положение и нам надо будет провести приема вот в такой позе то есть с той стороны мы растянули здесь продавили по диагонали противную сторону и в сторону головы это за единая схема вот она покажет на доске да она практически для всего ли для целого отдела позвоночного для одного позвонка вот в противом сторону и к голове, а с этой стороны растянули выше этого позвонка, за шею, еще раз смотрим, опускай, падает, 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 только если человек шатается, да, то фиксируй его либо животом, либо ногой своей, ну, если бы сейчас он крепко стоит, так, расслабляйся, раз, два, три, и провели прием, опускай, поскольку угодно, вот, седьмой позвонок, допустим, ну, и все остальные, мы будем упор делать вот в них, через распорку своих косточек, ладони, тут в окремяльный отросток упираемся, а тут прямо вот позвонок, седьмой, седьмой, соответственно, на бок, видите, я животом держу, чтобы человек не съехал, полностью просто на бок, чем выше поднимаемся, тем больше добавляем ротацию вовнутрь, вот туда, это в поперечный отросток мы целимся, или с этой стороны мы так ставим, допустим, на второй позвонок, да, и можем фиксировать человека своей рукой за плечи, так, не получается, это неудобно, ну, в данном случае, это неудобно сделать с этой стороны, можно либо пойти к человеку, да, либо сделать то же самое, но сидя, либо лежа, ну, сейчас второй, так, то есть, чем мы поворачиваем, идем выше по позвонкам, тем больше добавляем в ротацию, и седьмой шейный позвонок, он как раз под затылком находится, то есть, его ток, о, первый, да, извиняюсь, первый позвонок, атлант, он только по оси, только ротация вокруг черепа, соответственно, как у нас ротация, это идет латера, флексия, вперед, нагибай, нагибай, расслаб шею, нагибай, нет, нет, ты уже вообще ее горизонтально держишь, не нагибается больше, давай еще раз, нагибается, да, ну, ладно, у тебя так, значит, вот, то есть, латера, флексия и ротация под 45 градусов, так, чтобы нос был на оси позвоночника, да, в этом положении мы за челюсть, ну, можно за челюсть схватиться, много есть захватов, да, самое главное, отрестим мышцом мы должны расслабить, расслабляем, смотрим, когда он полностью расслабится, и, в данном случае, я за лоб держу, и, и, вот так вот мы его поставили, то же самое в эту сторону, латера, флексия, ротация под 45 градусов, да, можем, можем даже вот так вот, да, вот так держать, или вот так вот за челюсть я держу, а здесь за затылок, например, вот такой захват, и можно сделать, если бы это позже не получилось, на экстензию, то есть тоже, латер, экстензия, да, и так же поворот за затылок, почему за затылок, а не за висок, потому что нам надо, как бы, над Атлантом приподнять череп, довернуть его, поставить и вместе, они уже назад вернутся вместе с Атлантом, то есть мы должны, как бы, немножко вот голову на отрыв, так вот, еще раз расслабим, череп сомкнем, чтоб череп ничего не было, вот, ищем, когда он расслабится, еще, вот поставили, опускай голову, вот таким образом можно проработать все позвонки, и теперь шейного отдела, теперь грудной отдел, берем ладошку вот так, чтобы артисты отростки не повредить, да, по сути, мы подушечками в ладони, давим на поперечные отростки, либо так руку, либо так можно поставить, да, раскачали вот все вместе, туда-сюда, потом, когда почувствовал ослабление, то одновременно руками вниз, тут за затылочной кости, здесь за, прям в позвоночник. Ну вот прошли, до туда, да, вот тут было, вот тут было, то есть практически до поясницы доходим, да, и теперь нюанс при сколиозе, при сколиозе тоже самое движение, только можно поставить бедро, чтоб он не ездил туда-сюда, только голову мы чуть доворачиваем, например, сколиоз в нашу сторону, они эротированы, остистые, да, значит нам надо голову повернуться в процеположную, ну, в нашу сторону, чтобы они чуть довернулись вот туда, и мы продолжаем от доворот ладонью, вот так расслабшую, вот туда, ну и, соответственно, в процеположную сторону, если они вот здесь уже нам надели туда, то на нас, на нас, голову от нас, то есть голова в данном случае является рычагом, либо туда, либо сюда, и поскольку поворачивается остистый вместе с поперечным, то поперечный отросток, он поднимает эту трёберную дугу, поэтому в неё отдельно мы целимся, вот так, или вот так вот, и давим уже не на поворот, а давим вниз и по целую пять разу вперёд, вот, лопатки мешают, просим ещё туда локти вместе свести, смотрите, чтобы он не отползал лишь слишком туда или туда, видите, чуть-чуть перед направлено бедро, значит потяните чуть выше, всё-всё-всё-всё-всё-всё, чуть-чуть, и вот продавливаем в поперечный, ну вот практически всё, что мы можем здесь сделать, да, это у нас, до этого мы проходили левагу, да, когда мы выгибали голову туда, ну, давай, покажу пристав в челюсть, это было на экстензию, позвоночник, да, а вот когда голова вперёд, это получается, мы те же приёмы сделали на флексию, вот, сейчас мы всё это будем отрабатывать друг на дружке, если вы не с нами, то ха-ха-ха-ха, вы не повеселитесь, а лучше всё равно отойдите на ус, по видео много вы не научитесь, потому что много нюансов утекает, а всё дело в нюансах, с вами был Олег Алабудвин, до новых встреч на наших тренингах.